Всем добрый день! У нас в студии Олег Володичев, адвокат семьи Мухеддиновых. Салават Мухеддинов уже, к сожалению, покойный, один из бывших учредителей, известной саратовской компанией Торекс. В 2015 году он вышел из состава учредителей завода и захотел получить собственную долю в уставном капитале предприятия. И с этого момента начинается история, которая длится уже 4 года, в СМИ ее даже окрестили битвой за миллиард. Ведут ее нынешние собственники завода и семья Салавата Мухеддинова. Много чего в этой истории происходит. Были попытки возбудить против покойного человека уголовное дело, вернее возбуждали его еще, когда он был жив. Прекращали, и даже сотрудники полиции были наказаны те, которые принимали во всем этом участие. И вот сейчас, как я понимаю, продолжается вторая серия. И уже непосредственно при участии прокуратуры, именно после того, как в этой истории появился тогда бывший заместитель прокурора города, господин Жаднов. Все верно, да. Вы правильно сказали. То есть дело было возбуждено 27 января 2016 года в отношении Мухеддинова Салавата. Это по факту якобы мошенничество, которого в реальности не существовало и по заявлениям его бывших компаньонов. За это в дальнейшем были наказаны сотрудники полиции, причастные к этому незаконному возбуждению уголовного дела. Я именно говорю слово незаконное, потому что по факту это было подтверждено в том числе при проверках, проводимых в рамках служебных проверок ГУМВД. В последующем у нас имеются официальные ответы по этому поводу, как служба безопасности, которая указала о том, что дело возбуждено в связи с личной заинтересованностью определенных сотрудников городского отдела полиции. И, соответственно, начальник ГСУ в то время Бойко отменял постановление незаконное о привлечении Мухеддинова Салавата в качестве обвиняемого. Отменял постановление о признании потерпевшими бывших компаньонов и соучредителей Салавата Мухеддинова. Ну и, казалось бы, да, когда пришел новый изначально прокурор Филипенко, это дело пришло к логическому завершению, к прекращению его позиции прокуратуры тогда совпадало абсолютно. Но вот я читал, вы очень надеялись на встречу с новым прокурором, на то, что именно его вмешательство изменит ситуацию. Все верно. И действительно, первая встреча состоялась в последующем. Это первый прием у прокурора Филипенко, на который ходил я лично и Мухеддинова Тамара Александровна, вдова Салавата. Соответственно, после этой встречи дело было передано, надзор за делом был передан с городской прокуратурой, о которой сейчас вы в ситуации рассказывали о незаконном надзоре Жадного, так сказать, со стороны Жадного и рядом незаконных его действий. И в дальнейшем позиция прокуратуры области полностью совпала с позицией ГСУ. То есть все решили, что состава преступления и определили, что состава преступления в действиях Салавата Мухеддинова нет. Но вот сейчас вы правильно сказали, началась вторая серия. И это очень странным образом связано с изменением, кардинальным изменением позиции прокуратуры области буквально на 180 градусов. Я, наверное, только поясню нашим зрителям, которые, может быть, не так хорошо в этом деле разбираются. Собственники компании пытаются убедить следователей в том, что Салават Мухеддинов еще в 90-е годы поменял данные в учредительных документах и приписал себе довольно значительную долю предприятий. Именно на нее он рассчитывает сейчас. Вы правильно сказали. Или его семья рассчитывает. Правильно, абсолютно озвучили эту невероятную историю. То есть это еще далеко не все. Они утверждают, что якобы в 93-94 году во время приватизации Мухеддинов всех обманул, якобы обманул. Приписал себе долю 31% вместо 8-9% уставного капитала. А они не знали об этом на протяжении 21 года. При этом подписывая десятки, ну и даже, может быть, сотни документов, учредительных документов компании, где говорится об обратном. Вот такая невероятная история была заложена в возбуждении этого уголовного дела. Соответственно, со спариванием, в том числе, там, ряда подписей, ряда милиции и так далее. И эта невероятная история была положена в основу возбуждения уголовного дела. То есть суть в чем, что бывшие компаньоны после выхода Салавата Мухеддинова, числа учредителей, ну очень не хотели выплачивать ему стоимость его доли в уставном капитале. Была придумана история, которая была положена в основу возбуждения уголовного дела. И на сегодняшний день все обвинения в отношении, вот эта серия номер два, о которой сейчас я буду говорить, все обвинения в отношении Салавата Мухеддинова базируется на, первое, оговоре бывших учредителей, заинтересованных лиц, заинтересованных, в первую очередь, невыплате доли. То есть, чтобы торекс не платил взысканные уже судами, взысканные денежные средства. И на фиктивных документах, и цифрах из этих фиктивных документов, которые, внимание, были составлены в 2017 году задними числами, периодом 93-94 года, в которых учредители, оставшиеся, отразили доли 94-м годом, обратите внимание, хочу, да, те доли, которые они хотят видеть. То есть не те доли, которые во всех официально... Это факт доказанный. Это, понимаете, в чем тут, да. У нас, вот если бы у нас не было материалов дела уголовного, а они у нас есть буквально, мы же перефотографировали все дело и получали фотокопии после прекращения. И у нас есть материалы дела от и до, как говорится, да, там, если не ошибаюсь, 18 томов уголовного дела. И все, о чем я говорю, в рамках этого дела доказано. Но представьте ситуацию, регистрационное дело, предприятие, которое изымается в налоговом органе, документы архивные из администрации, документы из комитета по управлению имуществом и еще ряд, так скажем, официальных органов, везде, где изымаются документы, они указывают на то, что Мухеддинов законно владел долей в размере 31%. Ну, представьте, 21 год происходил, да, масса общих собраний, везде одно и то же, везде одна и та же доля. И вдруг через 21 год учредители говорят, ой, нас обманули. Нас 21 год, оказывается, водили за нос, и мы ничего не знали. И, внимание, при этом РАСПИ, вот два учителя, Кузнецов и Иванов, вообще интереснейшая ситуация, подписывались в учительных документах прямо напротив доли в своем уставном капитале в один с небольшим процентом. А теперь говорят, а у нас 9% должно быть. Возникает вопрос, вы цифру 1 от цифры 9 отличить не можете? Ну, сами понимаете, это никак по-другому, как вымысел не назовешь. И это понимают все, это понимали следствия при расследовании в полиции, это понимают сейчас прекрасно при расследствии в Следственном комитете, но продолжают вот эту историю. Продолжают. Что тогда не понимает прокуратура, которая сейчас... Да все, все прекрасно понимают. А вот зачем это делают, это второй момент. Вот зачем нагнетается в СМИ ситуация о том, что якобы некая рейдерская группа, как они называют, вы, наверное, в прессе читали, группа захвата Тамары Мухединовой, пытается захватить предприятие, о том, что они пытаются довести предприятие до банкротства. Ну, что, зачем вот это все глупости озвучивать? Все, что пытается сделать СМИ, это законно взысканные решениями судов получить денежные средства, причитающиеся ее мужу покойному. Как наследники, они пытаются получить эти деньги. Мы к этому нагнетанию еще с вами вернемся. Давайте все-таки вот к тому, что у второй серии. Да, вот смотрите, что произошло в результате. То есть, многократно, как я уже сказал, прокуратура Саратской области, в том числе первый заместитель прокурора Саратской области, подтверждали законность прекращения раньше уголовного дела. И вдруг, в октябре месяце 2018 года, под видом не объективного расследования, прокурором, первым заместителем прокурора Саратской области, Минеевым, занимается уголовное дело СГСУ и передается в Следственный комитет. Передается оно именно туда, куда так хотел его передать господин Седов. Это учредитель, основной учредитель компании Торакс. И Следственный комитет сейчас, ну я по-другому это не зову, это мое мнение, но тут оно базируется на ряде фактов, сейчас делает вид, что вот все, как рассказывают учредители, а вот эту вымышленную историю, что все так и было. Они закладывают в основу постановления о привлечении в качестве обвиняемого вымышленные документы, вымышленные цифры из документов. И вот началась серия номер два. Те самые постановления, которые ранее отменялись, по сути, примерно такая же текстовка, с небольшими изменениями, рождается сейчас повторно. А направленность этого постановления, она абсолютно усматривается в нем, в самом, в конце написано. Таким образом, суд неправильно взыскал денежные средства в пользу Мухединовой. То есть понятно, о чем идет речь. Кому-то очень не нравится постановление о взыскании денежных средств в пользу Мухединовой. И как-то его нужно отменить. Вот и рождаются очередные, как говорится, серия номер два, с очередными незаконными постановлениями о привлечении в качестве обвиняемого Мухединого, на непокойного уже, который пытались предъявить его водове. Но что самое страшное, надзорный орган, который должен осуществлять надзор за законностью, на все жалобы по этому поводу Мухединовой не реагирует никоим образом. В нарушении всех возможных инструкций и требований УПК ст. 124 УПК и приказов Генеральной прокуратуры все наши жалобы пересылаются лицам, на которых мы жалуемся, в тот же самый Следственный комитет. А если говорить о позиции, которые мне стало известно, позиции прокуратуры Саратовской области, то она заключается не только в пересылании жалоб незаконной состоит, а в том, что они, как мне стало известно, согласовали даже то самое постановление о привлечении в качестве обвиняемого, основанное на вымысле. Понимаете, что получается? А изучив уголовное дело, любое лицо... Я со многими общался за этот период, очень часто был на приемах по этому уголовному делу у различных сотрудников, в том числе ГСУ, ГУМВД и так далее. И все лица, которые были каким-то образом расследовали это дело, либо надзирали за расследованием этого дела, всегда говорили, что там не было и нет состава преступления. Никогда. Понятно абсолютно, что это вымысел, противоречащий всей логике и всем документам, которые имеются официально, повторюсь, документам, подписанным на протяжении 21 года. И всем, что мотивирует, это что якобы в документах 94-95 годов подпись одного из учредителей, того самого Седова, поддельно. И вот все, на чем базируется, соответственно, обвинение, это вот на этом. Но умалчивается, точнее не умалчивается, а пытаются не заметить, то, что есть параллельные документы, подтверждающие прекрасно, что господин Седов знал на протяжении этого 21 года, у кого какая доля. Что там он, кроме этих двух документов, подписывал еще также десятки, а то, может быть, и сотни документов, содержащих долю, в том числе, Салавата Мухеддинова, подтверждающих прямо или косвенно о том, что он прекрасно знал, какова у него доля. Существуют свидетельские показания в рамках этого уголовного дела, где люди говорят, люди говорят, что в период 94-го года бывшие учредители Торекса, их было на тот период 30 чем-то человек, что на собрании присутствовал и Седов, и Мухеддинов, и доли были распределены именно так, как написано в официальных документах, Мухеддинов 30 с чем-то процентов, а Седову 40 с чем-то процентов. Все это настолько очевидно и подтверждается массой доказательств, но тем не менее у нас Следственный комитет, возглавляемый сейчас Петрякиным, исследователь, который расследует это уголовное дело, игнорирует полностью все доказательства по делу и основывает постановление о привлечении в качестве обвиняемых на вымысле оставшихся учредителей и на фиктивных документах. А прокуратура это поддерживает на сегодняшний день. Прокуратура области, которая должна надзирать на законности, должна остановить правовой беспредел, я по-другому не могу это назвать, поддерживает эту всю ситуацию. Вот в чем, так скажем, качественность. Может так быть, что в 17-м году, когда вы прорвались к Сергею Владимировичу Филипенко на прием и показывали ему бумаги за подпись, как я понимаю, того же жадного, он занимал вашу позицию. А сейчас изменил позицию? Конечно, прямых доказательств мне сложно привести, как это могло быть. Но вот как могло родиться это уголовное дело вообще в принципе? Мы говорили об этом, мы говорим, на мой взгляд, оно родилось исключительно на коррупционной составляющей. О чем, собственно говоря, я уже говорил в начале передачи, допустим, по этому поводу у нас есть материал служебной проверки, где тот же самый господин Буйновский уволен и сегодня. Это тот вот полицейский? Полицейский, да, который виновен в возбуждении этого незаконного уголовного дела. Вот, он был уволен. Соответственно, где в служебной проверке ему проводился так называемое исследование при помощи полиграфа. Вот там, если брать определенные моменты, то там с вероятностью от 85 до 90, насколько я помню, процентов, полиграф подтвердил следующее обстоятельство. То, что и имелось место материальная заинтересованность при возбуждении этого уголовного дела. И имело место, соответственно, обсуждение на стадии еще до возбуждения уголовного дела с одним из адвокатов Седова ситуации, как обойти нестыковки в этом деле. И имели ли место встречи негласные по поводу обсуждения именно вот еще до поступления материалов заявления, точнее, официального Седова с его соучредителями, встречи адвоката и того самого Буйновского. Вот это все с вероятностью, повторюсь, от 85 до 90 процентов вероятностью подтвердил так называемое детектор исследования при применении детектора лжи. В материалах проверки видно, как сразу после возбуждения уголовного дела идут созвоны между Седовым и тем самым Буйновским. Он идет на предприятие с экскурсией. Потом ему со скидкой предоставляют двери продукции Торакса, соответственно, со скидкой предоставляют по прямому звонку Седова. Ну что это? На мой взгляд, это вот все, о чем я сейчас рассказал, это не что иное, как та самая коррупционная составляющая. И когда прокуратура области кардинально на 180 градусов изменяет свое решение, ну вот мысли приходят в голову только одни. Я вам еще больше хочу сказать, смотрите, какая ситуация. Я вам рассказал только про первый прием у прокурора области, а ведь у нас был и второй прием у прокурора области, когда мы жаловались, это первый звонок был на наш взгляд, да, как вот у меня указывает клиентка своих во всех жалобах, она считает, что это с того момента началось лоббирование интересов Торакса прокуратуры области. Первый звоночек был, когда было отменено возбуждение уголовного дела в отношении эксперта, за счет которого, вы наверное слышали, да? За счет экспертизы была уменьшена взысканная сумма в семье Мухеддиновых с миллиарда до 400 миллионов рублей. Было возбуждено по этому поводу уголовное дело, причем там явно из баланса Торакса просто были прям целые строчки выкидывал эксперт с целью получения определенного результата. Так вот по этому поводу на основании аудиозаписи с самим экспертом, где он подтверждает, что он сделал неверное заключение, было возбуждено уголовное дело, и прокуратура области отменила это постановление изначально. И мы приходили на второй уже прием прокурор области, когда жаловались на его заместителя. Разговаривали с Филипенко, тогда был сказан такой момент, коснулись краем уголовного дела Старого, которое было прекращено уже много-много месяцев на тот период, оно в январе 1918 года прекращено было. Если не ошибаюсь, наша беседа, вторая с прокурором области, была в сентябре 1918 года. И тогда было сказано Филипенко, но мы же прекратили ваше уголовное дело в отношении вашего супруга. Тамара Александровна это было сказано. Типа, а чем вы недовольны? Ну мы пришли по другой теме, мы недовольны были отменой постановления, соответственно. Но вот эта фраза, мы же прекратили, она как раз указывала на абсолютно согласованную в тот период позицию ГСУ и прокуратуры области, что прекращение законно, о чем я в самом начале сказал. И вдруг проходит месяц и происходит то, о чем я вам говорил. Под видом необъективного расследования дела забирается с ГСУ, передается в Следственный комитет. И активно сейчас они намереваются, ну по крайней мере, как это заявляется, намереваются направлять его в суд. То есть дело забирается в отношении невиновного человека, базирующегося на фиктивных документах и оговоре соучредителей заинтересованных лиц. Опровергаемый полностью доказательствами, массой доказательств по уголовному делу. Если я могу в распоряжении редакции предоставить при необходимости постановление, то отмененное постановление о прекращении уголовного дела, вот там настолько скрупулезно и детально расписана вот эта вся недостоверность показаний соучредителей, в чем они лгут и так далее, и как это, чем и какими документами это подтверждается, что, ну, я думаю, прочитав у любого человека, прочитав данный документ, никаких сомнений не возникнет. Но есть еще другие моменты, странные моменты поддержки прокуратуры области незаконных действий Следственного комитета, связанных с Мухеддинах. Вот, к примеру, один из них, получен нами, да, я обратился, ведь в отношении Следственного комитета, в отношении Мухеддинова, пытался возбудить еще ряд дел, а одно дело было возбуждено по подделке документов, да. Вот, 10 апреля 2019 года это постановление Волжским районным судом было признано незаконным о возбуждении второго уголовного дела в отношении покойного Мухеддинова Салавата Михархиддиновича по якобы подделке документов, вот, оно было признано незаконным. Но, удивляясь здесь в этой ситуации, знаете, что, что прокуратура области вместо того, чтобы согласиться с ним, они активно начали его обжаловать в областной суд. Областной суд засилил постановление, признал его законным, но прокуратура области, то есть, позиция прокуратуры области, измененная, как я сказал, на 180 градусов, здесь просматривается вот и да. То есть, для них получается, что неважно, кто прав, кто виноват, и на самом деле единственная потерпевшая в данной ситуации является семья Мухеддиновых, которая на протяжении трех лет пытается бороться вот с тем правовым беспределом, который происходит. А у нас что получается? Прокуратура области не потерпевшую сторону представляет, и не соблюдает, и не надзирает за законностью, а как раз что-то делает ровно наоборот. Насколько я знаю, Тамара Мухеддинова обратилась к генпрокурору Юрия Чайки. Да, Тамара Мухеддинова обратилась действительно с жалобой к генпрокурору Чайки. Надеемся очень на реакцию, хотя, к сожалению, большинство жалоб у нас перенаправляется в нежестающую прокуратуру в основном. Парадокс, да? Пытаемся получить ответ на местном уровне, чтобы уйти в прокуратуру в генеральную, не надеясь здесь, собственно, на справедливость. А местная, областная прокуратура нам ответов не дает. Как я уже сказал, пересылает все жалобы Петрякину фактически тому лицу, на которое мы жалуемся. И, предполагаю, конечно, оно спустится, но, тем не менее, в жалобе Мухеддинова напрямую указывает и свое мнение отражает о том, что идет сейчас на уровне областной прокуратуры лоббирование интересов ООО Торакса, коммерческой структуры ООО Торакса. Там фигурирует имя Дениса Волошенко. Да, да. Здесь большинство ответов, которыми как раз перенаправляются жалобы лицам, на которых мы жалуемся, как раз большинство ответов мы получаем от Волошенко, за подписью Волошенко. Ну, я могу, конечно, поднять, у меня здесь есть все, какие инструкции были при этом нарушены, я думаю, нет необходимости. Если нас юристы слушают, они поймут. То есть, существует прямое указание в статье 124 УПК, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, обязывающее рассматривать обращения граждан именно прокурором, не перенаправляя их в какие-то другие структуры. Это обязанность рассматривать жалобы, поданные в рамках уголовного дела. Существует, если они, допустим, решили сослаться на инструкции, оговаривающие порядок обращения жалоб в прокуратуру, пожалуйста, там тоже самое прописано. Приказы прокуратуры, генеральные прокуратуры приказы, порядок рассмотрения жалобы. Все говорят об одном и то же. О недопустимости перенаправления жалоб тем лицам, на которых жалуются. А господин Волошенко именно этим и занимается. Вот такая вот история у нас. Вы говорили еще об ажиотаже в СМИ. Мы видим, что с информацией, которая выходит об этом деле, тоже происходят странные вещи. Публикации на некоторых сайтах появляются, потом исчезают. Да, столкнулись. Как тут могу прокомментировать? Наверное, очень кого-то затронули. Вы, наверное, имеете в виду по поводу публикации Тимофея Бутенко, который проводил журналистское расследование. Мы предоставляли ему массу аудиозаписей, имеющихся у нас в распоряжении, подтверждающих то, что я говорю на сегодняшний день. Все, что было им опубликовано. Документов, масса документов, подтверждающих все эти сведения. Документов, подтверждающих, куда уходит денег нетораксов фактически. Но, к сожалению, это все опубликовано не было, а последняя статья была, к сожалению, удалена. Но я думаю, удаление статей, на мой взгляд, объективного расследования журналистского. Потому что я, общаясь с Тимофеем Бутенко, вижу, что он реально человек, увлечен на свои работы, по-другому здесь не скажешь. И, конечно, странным является то, что начинают удаляться его статьи, какие-то объяснения. Я попытался в редакции получить, но ни на что бы не объяснили, что информация конвенциальная, что да, мы действительно удалили эту статью. Но я предполагаю, что это связано с давлением на журналистов, на редакцию. Больше другого здесь мне сложно сказать, потому что комментариев, конечно, к сожалению, не последовало по этому поводу, по долине статьи. Тем не менее, эту статью прочитали, и ее все еще, на самом деле, можно найти в интернете. Там фигурирует фамилия губернатора, на ваш взгляд. А Валерий Васильевич как-то осознанно в этой истории участвует, или его кто-то использует в темном? Вот вы знаете, я тут могу, давайте буду на фактов, апеллировать фактами. Тимофей Бутенко в своих статьях тоже предположения эти указывал, то есть, что это, осознанное какое-то действие, или все-таки использование губернатора, так скажем, лицами заинтересованными в данной ситуации, учредителями торекса, которые там взывают в прессе губернатору. Губернатор параллельно направляет различные в правоохранительные органы документы. Вот здесь хотелось бы что сказать. Мы неоднократно, и Мухи единого сама, пусть уже слушатели сами судят о том, что это такое, но мы неоднократно обращались на имя губернатора, где расписывали всю реальную ситуацию. Где указывали о том, что попросту торекс, не желая платить деньги, вот эту всю историю в средства массовой информации, всю эту ложь о неком рейдерском захвате публикует. Ну, абсолютно же понятно для людей, сведущих, что такое рейдерство, и что взыскание бывшего собственника предприятия денежных средств в счет своей доли, в свою пользу, и исполнение решений суда на эту тему, ну, никаким рейдерством не является. Это же абсолютно очевидно. Абсолютно очевидным является и то, что, исходя из документов имеющихся у нас на руках, что никакому банкротству предприятия, о чем кричат массовые СМИ, взыскание этих денег не приведет. Но, тем не менее, несмотря на то, что эти все документы мы направляли, в том числе, на имя губернатора, у нас, конечно, официальный ответ приходит не за подписью губернатора, а за подписью его там вице-губернатора, заместителя, насколько я помню, должен, к сожалению, на руках. Сейчас не имею этих ответов, но есть ответы. За подписью различных должностных лиц правительства Саратской области. Они говорят, нет-нет, мы ни в коем случае не вмешиваемся в спор двух хозяйствующих коммерческих субъектов. Но, тем не менее, в СМИ периодически звучат моменты о том, что губернатор направил обращение в полицию, губернатор приехал на завод и обещал защитить завод от неких непонятных лиц, наверное, рейдеров, по всей видимости, которых не существует в реальности. И вот зачем это делается? Ну, если действительно губернатор решил разобраться в этой ситуации, ну, вы соберите стороны и выясните, и посмотрите, что предоставит та сторона в обосновании своих доводов, а что предоставит Мухигинова. И вы поймете абсолютно, что вся правда, повторюсь, единственная потерпевшая в данной ситуации лицо, это семья Мухигинов, которая три года подвергается гонениям. При помощи возбужденных уголовных дел, которые, по мнению семьи, привели к крайней смерти Салавата Мухигинова. При помощи, это не одно уголовное дело, на самом деле, существует еще в отношении сына уголовное дело. Единственное, что оно не здесь расследуется, оно в Казани родилось. Понимаете, вот три года они вынуждены бороться с этим правовым беспределом, по-другому это назовешь. Но у нас почему-то активно муссируется, в том числе и губернатором, одна и та же тема, но в противоположную сторону никто слышать не желает. Все документы, которые мы направляем, подтверждаются, и все, что в СМИ озвучивается масса лжи по поводу возможного банкротства Торекса, какого-то рейдерского захвата, это, ну я не знаю, доходит ли это до губернатора или нет, но факт в том, что обращение мы пишем на имя губернатора, ответы получаем. Но, как я понимаю, экономика предприятия на сегодняшний день такова, что деньги семья Мухеддинова, даже вот ту меньшую сумму, чем первоначально, на которую они рассчитывали, они получить не могут. Нет, экономика предприятия сейчас абсолютно нормальная, ненамного она уменьшилась с предыдущими годами. Разница только заключается в том, что денежные средства сейчас аккумулируются на одном из предприятий, также принадлежащих семье Седовых, то есть, а именно сыну Седову Игоря Васильевича, Седову Владимиру Игоревичу, это торговый дом Торекс. Что у нас произошло после выхода Мухеддинова с числа учредителей? Изначально были переоформлены в торговый дом все магазины, которые принадлежали Торексу. В дальнейшем реализация практически всей продукции была направлена также через организацию торговый дом Торекс. То есть, если раньше напрямую дилерам поставлялась продукция и покупателям, то потом сделала прокладка. Так скажем, ее можно так назвать, появился посредник в реализации продукции. И с каждым годом прибыль Торекса начала уменьшаться, чистая прибыль на конец года. Она была при жизни Салаватой, когда он еще был на предприятии, порядка 400-450 миллионов в год. За вычетом всех налогов, то есть, всех зарплат, тогда чистая прибыль, имеется в виду, оставалась по концу года. То есть, после организации этого посредника, соответственно, в реализации продукции, прибыль завода начала уменьшаться и параллельно расти прибыль торгового дома. Это прям четко просматривается на финансовых документах двух организаций. Ну, так это и говорит о том, что с экономикой именно на Торексе все не в порядке. Ну, согласен с вами. Но ведь это искусственно созданная ситуация. И первонаперво, здесь тоже Тимофей Бутенко абсолютно правильно указывал. Ведь первонаперво, от кого нужно спасать Торекс? От его собственного руководства. Вот я с его мнением здесь полностью согласен. Торекс нужно спасать от его собственного руководства. Эта схема сделана, ведь, на мой взгляд, абсолютно умышленно и ради тех же самых целей, ради которых родилось уголовное дело. Ведь сейчас приставы с чем мучаются? С тем, что на счетах Торекса деньги не поступают. Все они в торговом доме. Расчеты за период исполнительного производства, с апреля прошлого года, большинство расчетов велось с расчетных счетов торгового дома, с пометкой перечисления за ООО Торекс. Более того, я вам расскажу очень интересную вещь. За последние два года наличные счета Седова Владимира Игоревича поступили денежные средства за 2017 год в виде дивидендов, согласно балансу торгового дома Торекс, 291 миллион рублей. Минус 13% ему поступает наличные счета. Согласно справке 2 НДФЛ за 2018 год, который имеется в нашем распоряжении копия оригинала судебных приставов, за 2018 год, 276 миллионов рублей. Вот эта сумма, эти две суммы, мы 3,5 года пытаемся получить денежные средства в Торексе. Только за два последних года Седов Владимир Игоревич на свои личные лицевые счета получил денег, значительно превышающие сумму долга на сегодняшний день. Вот такая вот ситуация у нас складывается. Наверное, в конце нашей беседы, что в этой ситуации делать собираетесь? Какие ближайшие шаги предпринимать? Ближайшие шаги, ну что нам остается, кроме как, конечно, шаги в правом русле. Во-первых, мы сейчас активно обращаемся для опровержения средств порочащих чести и достоинства, опубликуемых в средствах массовой информации, таких как «Общественное мнение», «Репортер 64» и ряде других изданий. Первое решение у нас уже есть в отношении «Репортера 64», где все те самые сведения, на которых настаивает Седов с товарищами, являются недостоверными и порочащими честь и достоинство умершего Махидиного Салавата. Ну и, конечно же, будем бороться с вынужденным этим заниматься, с тем правовым беспределом, который сейчас устроил Следственный комитет. Вновь пытаясь предъявить обвинение абсолютно ничем невиновному человеку, ныне покойному, бывшему соучредителю Торекса Махидиного Салавата, мы действуем в рамках правового русла, ничего другого, к сожалению, здесь делать невозможно. Будем действовать в рамках правового русла, обжаловать все эти решения бесконечные, добиваться реакции Генеральной прокуратуры, добиваться реакции Бастрыкина, потому что мне, например, абсолютно очевидно, что как только дело уйдет на проверку в Следственный комитет Российской Федерации, мне абсолютно очевидно, что будет реакция и будет реакция жесткая. Но добиться, к сожалению, этого очень тяжело, потому что, как правило, все у нас жалобы, опять же, повторюсь, спускаются вниз, а Следственный комитет очень неактивно отвечает на наши жалобы, тянет до последнего момента, зачастую в течение месяца рассматриваются даже жалобы, поданные в порядке 123-124 статьи УПК, срок рассмотрения которых очень короткий, 3-10 дней, а они мотивируют, что это обращение, рассматривают его по другому закону, в течение месяца. Зачастую ряд ответов просто нам не направляются, и мы вынуждены писать жалобу только на то, чтобы получить ответ. Поэтому, конечно, мы с этим совсем безобразием сталкиваемся, но, тем не менее, боремся в рамках правового русла, и будем продолжать это делать. Спасибо, а я напомню нашим зрителям, что сегодня в студии ТВСАР был адвокат семьи Мухеддиновых, Олег Лаврович. Спасибо, Олег Александрович. Спасибо. 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 Спасибо.